Это был определенный итог, который я хотела подвести в деятельности организации НКО «Русская школа». В связи с тем, что было так много всего сделано за эти три года, даже больше, чем три года, нужно было как-то собрать все то, что мы сделали, и показать другим людям, не только чтобы мы знали приближенные люди к этой организации, а так, чтобы все другие люди могли посмотреть и увидеть, что ничего не стоит на месте, все двигается, и каждый человек может менять и влиять на политическую обстановку и на ситуацию. Я считаю, что мы очень сильно изменили ту атмосферу, которая была здесь в Эстонии в 2011 году, когда все и учителя, и ученики боялись говорить о том, что там русский язык, даже боялись об этом заикнуться. А сейчас уже совершенно спокойно все об этом говорят, с высоких трибун, и никто этого не стесняется, не боится, и люди уже начинают понимать, что все-таки свои права надо бороться и их отставить. Добрые традиции русского школьного и гимназического образования и отличные педагоги позволили сохранить русскую школу и в новообразованной Эстонской Республике. Несмотря на трудности, характерные для школ национального меньшинства, но благодаря активной поддержке тогдашней русской общественности, в Эстонии работало более сотни начальных школ с русским языком обучения. Школы эти содержало государство. Возвали общество русской школы в Эстонии где-то в 20-м году, то есть, значит, к сентябре уже 20-го года общество было создано. Призвано оно было на средства общества содержать частную русскую гимназию, возглавив которую такой Андрюш Кевич, беженец из Ямбурга, мы очень-то говорим в Кингисеп. В начале 20-х годов в Эстонии числилось 12 русских гимназий – частных, государственных и эмигрантских.